IT-экосистема, продовольственная безопасность почти для половины населения планеты и новое стратегическое партнерство в Евразии по вопросам ядерной безопасности и использованию мирного атома. Сегодня рано утром по Минскому времени в китайском Циндао президент Беларуси представил наши инициативы и проекты для Шанхайской организации сотрудничества. Саммит на уровне глав государств еще до официального открытия политики и эксперты назвали историческим. И по итогу ничуть не ошиблись с формулировкой. Шанхайская интеграция де-юре и де-факто именно в Циндао после года китайского председательства стала крупнейшей трансрегиональной организацией, причем с глобальной ответственностью. То есть без нее уже немыслимы ни будущая архитектура мировой политики и экономики, ни глобальное решение проблем безопасности от борьбы с наркотрафиком и терроризмом до вопросов войны и мира на Большом Ближнем Востоке, в Афганистане и шире в Евразии и Африке. Как самая западная столица организации, стратегический партнер официального Пекина, один из локомотивов Евразийского союза экономического пояса нового шелкового пути, Минск имеет особое значение для интеграции. По активности, вкладу в общую повестку и уже работающим проектам Беларусь намного превосходит свой статус наблюдателя. Кстати, этот бесспорный вклад нашей республики сегодня высоко оценил хозяин саммита в Циндао председатель КНР Си Диньпин. Встреча лидеров Беларуси и Китая завершала официальную программу с белорусским участием. По ее итогам подписаны стратегические для партнерства документы, включая, пожалуй, самое ожидаемое – взаимный безвизовый режим на срок до 30 дней. В эти минуты борт номер один еще в воздухе и возвращается в Беларусь, но эксперты уже подводят первые итоги короткого, но поистине исторического по результатам визита. Звучит и первая цифра суммарного эффекта – полтора миллиарда долларов. Хотя это, конечно, оценка лишь очень краткосрочной монетизации. Ключевое событие саммита, двусторонних встреч, переговоров и первый анализ соглашений и коммерческих контрактов в Циндао подготовил наш политический обозреватель Андрей Кривошеев. Зеленый остров, а именно так переводится Циндао, на живописном берегу Желтого моря – отныне символ комфортной и бесконфликтной глобализации в формате Шанхайской организации сотрудничества. Саммит глав государств здесь еще до начала стал историческим и лишь укрепил это РНМ по завершении. Во-первых, расширение интеграции за счет Индии и Пакистана – уникальный пример в эпоху конфликтов. Организация не делит, а соединяет гигантские пространства, экономики и человеческий капитал. Во-вторых, согласованная стратегия развития на годы вперед, включая белорусские инициативы по кибер-, ядерной и продовольственной безопасности для половины человечества. Таким сегодня не может похвастаться ни одна другая региональная или глобальная платформа – от Большой Семерки до Трансатлантики. Наконец, наполнение инициативы реальными двусторонними проектами. Только у Белоруссии лишь за неполные два дня в копилке новаторские соглашения и контракты с Китаем, Ираном и Монголией. Все вместе больше, чем успех шанхайского духа сотрудничества здесь, в Циндао. Высочайшая представительность саммита, два десятка официальных делегаций, колоссальный интерес прессы. Две с половиной тысячи журналистов из более чем 80 стран мира, которые в режиме реального времени из Циндао транслируют каждое слово и каждый символический жест для глобального информационного пространства. Самый безопасный мегаполис планеты. Специально под саммит 10-миллионное население уступило свой город гостям форума. Все равно, что за неделю переселить всю Беларусь. Колоссальное по размаху торжественности и красоте световое театрализованное и пиротехническое шоу, предваряющее официальные переговоры. Китай, как хозяин саммита, подводя итоги своей кадренции в шанхайской организации, кажется, сделал невозможное, чтобы нынешний форум остался в истории непревзойденным, как по содержанию, так и по атмосфере. Или, как говорят здесь, шанхайскому духу сотрудничества. Для Беларуси форум в Циндао расширил рамки пространства и времени. Он стартовал даже раньше, чем президент Беларуси ступил на китайскую землю. В минуты, пока борт номер один преодолевал всю Евразию. По поручению лидера подписывались коммерческие контракты на совместную сборку электромобилей, поставку уникальной медицинской техники в Беларусь и белорусского продовольствия в Китай. Важнейшее направление на почти 700 миллионов долларов. На первом этапе и на десятилетия вперед. Они были бы просто невозможны без особого стратегического партнерства двух стран. И это не белорусская оценка. Для меня шанхайский дух – это сотрудничество. Взаимные уступки, взаимная выгода и обоюдный выигрыш. Наши страны уже нашли подход и взаимопонимание по принципиальным вопросам. Поэтому мы работаем в рамках льготных программ, которые оптимизируют двустороннее сотрудничество. Я уверен, что между нашими странами установились долгосрочные, успешные партнерские отношения. Президент Беларуси прибывает в Циндау глубокой ночью по местному времени. Но график расписан буквально по минутам. Лидер максимально использует поля саммита для двусторонних встреч с коллегами и союзниками по шанхайской платформе. Первая встреча в официальной штаб-квартире белорусской делегации на время форума отелей Широтон. Гость и партнер по диалогу – президент Монголии. Монголия совсем недавно преодолела сложный период политического и экономического кризиса. Заключила выгодное соглашение с Китаем и Россией по тарифам на грузоперевозки. И предложила Беларуси задействовать свой транзитный коридор для экспорта в Азию. Плюс проекты. Договорились реанимировать создание молочных кластеров под ключ в Монголии. И проработать возможность поставки и сборки отечественной техники. От карьерной и сельхоз до городской и строительной. Как гарантия серьезности намерений Улан-Батора – запрос на открытие посольства в Минске. Действительно, наша встреча очень важна. От нее зависит во многом, какой вектор приобретут наши отношения. Вы очень правильно сказали, что мы находимся с точки зрения наших соседей в одинаковом положении. И нам надо воспользоваться этим положением, опять же, с точки зрения экономики. Вторая ключевая встреча дня на высшем уровне с президентом Ирана. Официальный Тегеран – стратегический партнер в регионе с богатой историей, включая историю совместного успеха. Нам не надо начинать отношения с нуля, как странам Евросоюза. Главное, по мнению лидеров, не терять динамику. Господин президент, я рад возможности встретиться с вами на полях саммита. Я помню нашу предыдущую встречу в Уфе и наши содержательные переговоры о перспективах сотрудничества. По итогам того диалога я дал поручение министру промышленности Ирана посетить Беларусь с официальным визитом, чтобы на месте проработать совместные проекты. У нас не просто улучшаются наши отношения от года к году, но у нас есть уже целая история этих отношений. Я не единожды бывал в вашей прекрасной стране. Я очень хорошо знаю, с какими проблемами сталкивался Иран, какие проблемы существуют сейчас в наших двусторонних отношениях. И мы полны решимости эти проблемы решать. Чтобы не вдаваться в подробности, наверное, формат нам не позволит окунуться в анализ тех проблем, которые у нас существуют. Я хочу сказать, что Беларусь готова к развитию отношений с вашей страной настолько, насколько вы этого желаете. Иран заинтересован в белорусском опыте и разработках в сфере высоких технологий. Беларусь в иранских инвестициях. Как страховка от возможных рисков и реальная база для такого партнерства, поручение создать надежные механизмы банковских операций. У проекта короткие сроки реализации. По времени поджимают стратегические проекты в промышленности, строительстве и АПК. Утро сегодняшнего дня в Международном конгресс-центре. Официальный старт 18-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. С присоединением Индии и Пакистана платформа и де-юра и де-факто. Самая масштабная, богатая человеческим, политическим и природным потенциалом региональная интеграция в мире. В организацию вступили две ядерные державы. Теперь четыре ядерные державы в составе восьми государств. И четыре государства, которые демонстрируют свою приверженность безъядерной политике. Так как они являются участниками договора о безъядерной зоне в Центральной Азии. Мы имеем два постоянных члена Совета безопасности в организации. Это Китай и Россия. Мы имеем непостоянного члена Совета безопасности. Сейчас это Казахстан, что безусловно свидетельствует о возросшем авторитете одного из членов нашей организации. Таким образом, авторитет организации, ее позиционирование на международной арене, ее влияние на решение сложных вопросов в период кристаллизации новых международных отношений на вот таком обширном евразийском пространстве, безусловно, возрастает. По факту, будучи страной-наблюдателем, Беларусь формирует общую повестку и продвигает инициативы как полноправный участник. Огромное доверие. Впрочем, на него, как и на особую теплоту встречи лидеров Беларуси и Китая, конечно, работает и личная дружба, и уникальная даже по мировым меркам для небольшой страны двусторонняя история успеха. Обязательный элемент протокола — совместное фотографирование. Для истории важно запечатлеть момент, когда шанхайская интеграция приросла на полтора миллиарда человек и обрела новую стратегию развития. Символично, что к флагам лидеры Беларуси и Китая идут вместе. Тысячелетняя история Китая и глобальное видение будущего гармонично сочетаются в выступлении председателя Си Цзиньпина. Провинция Шаньдун — хозяйка саммита, родина конфуцианства. Оттого вдвойне символично, что бесконфликтность, ненаправленность против третьих стран и превосходство шанхайского духа над стереотипами холодной войны подчеркиваются лидерам Китая именно в Циндао. Необходимо умножить мощь, сплоченность и силу взаимного доверия. Важно в полной мере реализовать Циндаускую декларацию, план действия по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран ШОС. Все страны-объединения должны уважать самостоятельный путь развития, выбранный для себя каждым из государств, учитывать ключевые интересы и озабоченности друг друга, укреплять взаимопонимание, усиливать гармонию и сплоченность путем поиска согласия по разрешению разногласий, наращивать цементирующую и притягательную силу организации. Нужно заложить прочную основу для обеспечения совместного мира и безопасности, продолжать проведение совместных антитеррористических учений, укреплять сотрудничество по обороне и безопасности, по информационной безопасности, а также по линии правоохранительных органов. Циндао. Здесь дело следует за словом. Китай уже традиционно подкрепляет свои инициативы реальными механизмами. Например, в сфере антитеррора готов подготовить 2000 специалистов и стран-участниц. В финансах льготная кредитная линия на 5 миллиардов долларов. В торговле грядущая масштабная выставка «Экспо-импорт» в Шанхае. У Беларуси, кстати, будет отдельный стенд, статус почетного гостя и растущая по факту ниша на рынке. Первые контейнеры с мясом птицы уже зафрахтованы. Интересно, что и китайский лидер, и большинство участников саммита обозначили свободную торговлю как вопрос национальной и региональной безопасности. Важный элемент здесь – безопасность продовольственная. От этого отталкивается президент Беларуси, предлагая свою первую инициативу в формате шанхайского сотрудничества. После вступления в 2017 году Индии и Пакистана в ШОС, ее пространство расширилось практически до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. В этих условиях полноценная обеспеченность продовольствием является важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе. И председатель КНР, президент Путин, все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты. Беларусь – страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичным производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС. В рамках крупного международного форума аграриев Белагра, который ежегодно в июне, кстати, в эти дни, проходит в Минске, мы предлагаем создать специализированную экспозицию АгрошОС с приглашением в следующем году поучаствовать в ней наших друзей и партнеров в организации. Не может не беспокоить Беларусь и разрушительный потенциал новых торговых войн. Они уже сталкивают континенты. «Наша республика не по своей воле на рубеже противоречий Востока и Запада». Отсюда предложение лидера к тесной экономической кооперации. Беларусь уже продвигает эту стратегию и в Евразийском Союзе, и через индустриальный парк «Великий камень» и в своих двусторонних соглашениях. Есть белорусские наработки и, увы, в актуальной сегодня кибербезопасности. На одной чаше весов стремительная цифровизация страны, но на другой уязвимость информационных систем и шире всех ключевых институтов государства. И в этой сфере Беларусь в Циндао предлагает конкретное решение. «Ни одно из государств не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере. Просто не сможет. Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, IT-экосистемы ШОС, которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого. Это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира, а также поможет нам обеспечить безопасность наших стран». Третья инициатива лидеров Циндао – вынесение вопросов ядерной безопасности и использования мирного атома в отдельное направление шанхайского партнерства. Новые члены – Индия и Пакистан в ядерном клубе. На Иран оказывают колоссальное давление именно по ядерной программе. Сама Беларусь окончательно вступает в клуб элитных энергетических технологий с запуском своего первого реактора. Безусловно, нужна шанхайская рамка безопасности и развития. Также, безусловно, искренне прозвучали белорусская оценка саммита как исторического и благодарность Китаю за идеальный и достойный подражание формат организации диалога. В завершение хочу еще раз поблагодарить Китайскую Народную Республику, лично ее председателя, за высокий уровень организации саммита и радушный прием. Кстати, уровень организации и форма нашей сегодняшней работы – это пример для всех международных организаций, как нужно работать, а не ходить по залам и забывая о том, что надо слушать друг друга. О том, насколько живым и насыщенным оказался саммит, подготовленный Китаем, в далеко не полном перечне инициатив и соглашений. Индия и Кыргызстан, кстати, будущий председатель организации, предлагают развитие агрокластеров, зеленое земледелие и совместную выставку продовольствия ШОС. Абсолютно в духе белорусской инициативы и, что важнее, реальной практики. Наш союзник по ЕАЭС, Казахстан, подталкивает к скорейшему запуску мегастройки скоростной железнодорожной магистрали от Пекина до Берлина, через Казахстан, Россию и, конечно, Беларусь. Проект уже просчитывают специалисты. Это грандиозный, громадный проект по затратам инвестиций. Совокупные инвестиции в этот проект ожидаются на уровне выше 1 триллиона долларов, из которых на территории Беларуси в случае успешного развития проекта может быть инвестировано около 100 миллиардов долларов. Россия на саммите делает акцент на антитерроре. Здесь и совместное учение, и обмен информацией. Словом, все то, что уже отработано, и в рамках нашей совместной группировки войск, и в рамках ОДКБ. Кстати, по итогу из двух десятков подписанных на саммите документов с инициативами Беларуси сопряжены и общая декларация, и стратегия развития организации, и концепция продовольственной безопасности, и план защиты информационного пространства. Такой единый шанхайский взгляд союзников на будущую архитектуру мира. Конечно, визит президента в Циндао был бы не полон без личной встречи друзей и стратегических партнеров, Александра Лукашенко и хозяина саммита, председателя Си Цзиньпина. Этот диалог завершает и цементирует всю белорусскую программу пребывания. Открывая встречу, лидер Китая еще раз подчеркивает вклад Беларуси в шанхайскую платформу и инициативность Беларуси. В этом, по мнению Си Цзиньпина, познается и настоящая дружба, и откровенная последовательная позиция государства. Мы с вами вчера уже виделись, но я еще раз хочу от всей души вас поприветствовать на саммите ШОС. Сегодня вы выступили с прекрасной концепцией развития этой организации и внесли весомый вклад в успешное проведение саммита. Вы традиционно активно работаете на этой нашей площадке. С особой теплотой вспоминают и самый первый визит председателя КНР в Беларусь. В правильности этого стратегического выбора и искренности дружбы лидеры за все время не усомнились ни разу. Мы с вами большие друзья и знакомы уже много лет. Я прекрасно помню свои визиты в Беларусь. Помню очень теплый прием и наши разговоры тет-а-тет. С тех пор мы всегда своевременно сверяем часы по вопросам, представляющим взаимный интерес. Вместе разрабатываем программу сотрудничества. И я готов вместе с вами, господин президент, и в дальнейшем поддерживать такие плотные контакты. Благодарю вас за ту оценку роли Беларуси в развитии Шанхайской организации сотрудничества. Мне приятно было из ваших уст услышать о нашей первой встрече. Я также ее помню в деталях. Думаю, она стала фундаментом наших отношений с вами. Да и не только наших, но и белорусско-китайских отношений. Я хочу вас еще раз поздравить от души, поздравить с завершением председательства Шанхайской организации сотрудничества. Это было знаковое заседание. И я там об этом сказал, что это пример, как надо проводить международные встречи. Результат мероприятий Циндау потрясающий. И он будет иметь свои последствия. Я посмотрел новости международные. Не знаю, случайно или нет. Параллельно идет заседание встречи Семерки. Я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее звучит. Не только для участников Большой Семерки, раздираемых сегодня противоречиями, но и для большинства членов Шанхайской платформы. Наши отношения с Китаем образцовые. На благо двух народов и всего пространства шанхайского духа уже работают проекты, соглашения и инфраструктура, о которой многие лишь мечтают. Речь, конечно, и об индустриальном парке, и о финансовом и валютном партнерстве, о дорогах, контрактах и даже личной искренности на высшем уровне. В мире большой политики сегодня это самый большой дефицит. Но с кем еще так искренне будут говорить о личном? Я встречался с вашим другом, с вашим доверенным лицом Ван Тишани. Чудесный человек. Он мне очень многое рассказал из детства. Оно у вас в свое время пересекалось в одной из деревень. И я понял, что та закалка, которую вы получили вместе с ним, тогда является фундаментом ваших действий сегодня. Стратегическую дружбу в присутствии лидеров скрепляют без натяжки стратегическими документами. Первый, которому упорно шли с середины 90-х и первых визитов белорусского лидера. Безвизовый режим с Китаем на срок до 30 дней. К слову, на саммите от иных партнеров звучало предложение лишь о визовых послаблениях для бизнеса. А здесь и деловое сотрудничество, и туризм, и образование – мощный драйвер для государственных и человеческих связей. Это очень важно. Мы видим, сколько китайцев путешествуют по всему миру. И в Европе, и в Африке, и в Латинской Америке их можно встретить. И в контексте того, что Беларусь в последнее время уделяет большое значение развитию туристической сферы, это имеет большое значение. Эксперты всегда с опаской берутся подсчитывать эффект от крупных политических встреч и проектов. Но в случае с коротким визитом президента в Циндао все очевидно. В целом, визит главы государства по подписанным соглашениям оценивается в полтора миллиарда долларов. То есть это очень такой важный этап в развитии наших отношений с Китайской Народной Республикой. Это лишь первый очевидный эффект на коротке. Беларусь же, особенно с Китаем, всегда сотрудничала в долгую. За делом на десятилетия вперед. Оттого даже с побережья Желтого моря, под грандиозным впечатлением от саммита, сегодня невозможно просчитать долгосрочный эффект. Ну, например, сколько принесет безвизовый режим? Или инновационное сопряжение экономик? Или новое качество индустриального парка? Миллионы? Сотни миллионов? А может, миллиарды? Очевидно, другое. И саммит шанхайской организации, меняющий глобальную архитектуру. И встречи на высшем уровне, и двусторонние соглашения в Циндао, как фундамент реальной интеграции, уже стали историей, успеха и историческими. Это первый шоколад белорусско-швейцарский без сахара для спортсменов. К истории и взаимному проникновению традиций и культур отсылают и взаимные подарки лидеров. От председателя Си Циньпина – точная нефритовая копия древнего музыкального инструмента. Такие же колокола сохранились в храме Конфуция. Две с половиной тысячи лет, хранящих дух солидарного развития. В свою очередь, Александр Лукашенко презентовал другу символические полотна с изображением пионов и журавлей. Это общие для таких далеких стран цветы и птицы. Плюс знаменитый уже белорусский шоколад и персональные подарки от Николая Лукашенко. Вряд ли в современном мире конфликтов и политического эгоизма можно найти лучшие символы мира и дружбы. Как на личном, так и на межгосударственном уровне. Андрей Кривошеев, Алексей Мартиненок и Николай Рузавин. В главном эфире Циндао, Китай. Субтитры создавал DimaTorzok